Приветствую вас, Татьяна. Давайте разберем вопрос, который выставляет вам 30 лет, у вас 2 детей, вы ждете 3-го, а вас раздражают чужие дети, видимо, маленьких детей, там, где они танцуют, радуются, и что-то еще. Вот, они вам кажутся безобразными и вызывают вас раздражение. Ну, смотрите, во-первых, очень важно то, как вы относитесь к своим детям, в первую очередь, крайне важно, чтобы дети, ваши дети не чувствовали, ну, какого-то вот такого, да, негатива по отношению к себе, чтобы на них не перекидывали, чтобы не переносили. Вы на них. То, что чувствуете к остальным детям, к другим детям. Это первое. Во-вторых, это то, как ваше собственное детство протекало, как вы относитесь к своему детству, хорошо вам там было, плохо вам там было, в детстве, какие у вас воспоминания, вот, как у вас обстоят дела с чувствами вашими, с желаниями вашими, которые у вас есть. Потому что, ну, мне видится так, что нечто детское в себе вы обесцениваете, а нечто детское в самой себе вы не принимаете, ну, вы просто не принимаете. И это проблема. Это проблема, потому что она выдевает вас, она выдевает ваших детей, вот, и, соответственно, причиняет негатив вам, вашим детям и, вероятно, окружающим людям тоже, ну, в той или иной степени. Не особенно важно. Вот. Такой вот, такой вот момент. Если мы говорим, если мы говорим как-то функционально про эту ситуацию, то я бы здесь предложил посмотреть на то, как раздражение у вас протекает, на то, как оно, ну, откуда оно берет начало, с чего оно берет начало, раздражение я имею ввиду. То есть, вот вы говорите, что дети там что-то делают, что вы их видите, что они там танцуют, что они кажутся вам безобразными и так далее. Вот. Ну, что чувствуете вы? Вот что важно, что вы чувствуете сами, что вы сами ощущаете. Вот этот момент достаточно важен. То есть, к чему, к чему вас ходит, да, к чему вас ходит, а, ваше, ну, вот, ваше чувство раздражения, к чему оно восходит, куда оно идет. Вот, мне кажется, это крайне важный момент. И, соответственно, разобравшись с ним, соответственно, поисследовав его, можно будет помочь вам не испытывать такого чувства и, кто знает, может быть, чувствовать себя лучше. Опять же, всегда ли у вас было такое восприятие детей или это только началось после какого-то момента, тоже не совсем понятно, да. Может быть, влияет то, что вы мама двоих детей и ждете еще одного ребенка. Это может тоже достаточно сильно, достаточно существенно влиять. Так что смотрите, смотрите, распирайтесь либо самостоятельно, проследите за своим ощущениям, либо выбирайте психолога и поработайте над этой проблемой. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго, удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!